Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня по-прежнему зовут Александр и добро пожаловать в девятую серию по игре Мор Утопия. Точнее, Мор 2. Так, ладненько. Нам нужно пойти быстренько порыться по мусоркам, во-первых, чтобы найти пару лишних бутылок, чтобы можно было таскать воду с собой. А также нам нужно найти поесть, прежде чем идти на кладбище, потому что мы умрём с голоду, я же себя знаю. Так что пойдёмте-ка. Вот первая мусорка на нашем пути и что в ней есть? Ничего. Ладно, наверное, пойдём пока в сторону кладбища, где там оно находится? Где оно? Вот, по-моему, да? Или вот? Нет, вот. И заодно будем искать во всех мусорках что-то, что можно скушать. Как-то печально всё-то звучит, если честно, но игра доводит до такого состояния, что приходится где-то другого выбора. Хотелось бы, конечно, пообщаться с кем-нибудь, но тратить на это время я не думаю, что стоит. Блин, мухи какие-то ещё жужжат над ушами. Вот, кстати, вот над такой штукой, проза в прошлый раз, я видел прожектор и на нём висело объявление. Вот это, кстати, объявление, но на нём сейчас уже нажать нельзя. Видимо, фантомиму они отыграли. Так что, увы, давайте поменяемся с ней. Что у тебя? Шарики мя... О, смотри, какая вкусняшка. А я ничего в обмен дать не могу, да? Ах, обидно, блин. Очень обидно. Ну, нападать на жителей ради еды тоже, наверное, не стоит. Слушайте, интересно, есть вот на этой штуке... Привет, малый. Есть на этой штуке что-нибудь интересное? Давайте просто проверим этот. Не может быть такая большая конструкция, и чтобы на ней наверху было ничего. Обязательно же, игра должна вознаградить нас за то, что мы забрались на самый верх. Кстати, в прошлой игре такая конструкция тоже была. И здесь, ну, а здесь нам более интересно сделано, и очень более какая-то эпичная, что ли. Обыск... О, отлично, обыскать. Так, ножницы, и что вот это такое? Жук. Он, надеюсь, хоть дорогой. Находка бесполезная, но удивительная. Ну, здорово, вообще бесполезная, да? Класс. Почему я не мог просто найти какой-нибудь кусок хлеба, я не знаю. Это свечки, я уже думал, какая-то еда. У меня уже везде еда меречится на самом-то деле. Эй, знаете, может просто стоит шагнуть вперед и упасть, но ладно. Что за звук-то? А, понятно. Ладно, спускаемся обратно, нам пора идти. Блин, что за ужасные звуки. Ой, не туда пошел. О, тихо-тихо, ты чего? Я думаю, ты сможешь спрыгнуть с такой-то... высоты. А что вот это было за человек, подбежал? Ага. Медуница. Возьми эту вещь, это тебе. Что-то такое. Это всего лишь знак доверия. Меняясь вещами, мы передаем свои чувства друг другу. Передаем тепло, добро. Мы видим теперь, что ты хороший человек. Город верит тебе. Хочешь стать его частью? А я и так его часть. Тебе нравится моя вещь? Вдруг пригодится? Не знаю, что тебе нужно. Я выбрал наугад. Мы же пока тебя плохо знаем. Что тебе отдать за нее? Какая разница? Важно просто, что состоялась смена. Ты мне свое, я тебе свое. Любая вещь несет часть твоего тепла. Мне отдай, что захочешь, а другим, что они захотят. Многого не попросят, так что будь щедрым. Если отдашь больше тепла, чем возьмешь, город это запомнит. Это просто примета, обычай такой. Да, знай, это добычаи. Так ты нас лучше узнаешь. Так мы тебя лучше узнаем. Наш город похож на семью. Ты вернулся. Помоги нам снова вспомнить тебя. Принять. А может быть и полюбить. Я от всех сейчас говорю. Давайте я ответим что-то на ее языке и передаю им всем мою благодарность. Здорово. Слушай, женщина, мне бы кусок хлеба не помешало. Ты меня на перс так несешь. И вообще я, конечно, испугался, когда видел, что к ней подбегает человек. Я уже такой, блин, здесь зашуканный этой герой. Я уже думал, она меня хочет убить или он. Так, что там, голод уже почти добрался до своей критической точки. А, кстати, справа от нас есть мусорка. А еще справа от нас есть бокалеев, которые мы сейчас обязательно зайдем, только проверим еще одну мусорку. Которая, опять же, пустая. Вот это она все, наверное, рылась, да? Признавайся, ты забрала всю еду с моей мусорки. Она такая, что? Ладно. Пойдем дальше. Так, бокалеи. Это или это? Это. Ой. А что у вас здесь такое творится? Я, конечно, голодный, но я хочу посмотреть. Доброволец. Ты куда нас торопился, сокол? Да мне только спросить. Как в поликлинике прямо, да? Да мне только спросить. Всем только спросить. Ладно, ладно. Так, я могу с кем-то еще поговорить? Я могу с ним поговорить. Ладно. Это не важно. Давайте сначала сбегаем к бокалею. Хоть немножко найдем какую-то еду, точнее купим. Здрасте. А вас можно ограбить? Нет? Ладно, тогда торговать. Так, ножницы. Какая-то пружина. И наперсток. Спасибо, конечно, но он мне бесполезен. А эта штука стоит 7. А ладно, пофиг. 7, так 7. Так, что я могу съесть за 23... За 123 единицы товара? И у меня еще 23 есть, да? Я могу купить лимон? Нафиг не надо. Блин. 140 у меня получается есть. То есть максимум, что я могу купить, это орешки. Лимон я уже не куплю. Ладно, пофиг. Перенять. Хоть немножко орешка поем, спасибо и на том. Использовать. Использовать. Не, знаете, по-моему, это бесполезно было тратать денег, на самом деле. Где мне еще добыть денег, чтобы купить себе нормальную еду и хотя бы соточку? Блин, это не игра какая-то, а какой-то симулятор поиска, блин, еды. Может, записаться в Добровольц, может, за это что-то денег дадут, да? Привет. Вы? Насчет вас особое распоряжение. В патруль вас не зачислять. Почему не зачислять? Отчего так? Фуражки, что ли, не хватает? Так я добуду. Нет. Это потому, что вы были всего лишь отпущены на поруки. Пока убийца Симона Кайна и Сидора Бураха еще нескольких человек не обнаружен, вы по-прежнему считаетесь одним из подозреваемых. Есть великие свидетельствующие против вас. Да не убивал я их, товарищ. Понятно, ничего толкового здесь не будет. Это что, у нас театр, кстати? Управо. А, это управо. Ладно, мне не сюда, собственно говоря. Мне, блин, туда, где есть еда. А где можно еще добыть еды? Я не знаю. В любом случае, пока что единственный способ добывать еду, это рыться по мусоркам. Как-то грустно так прозвучало. Ладно, давайте-ка просто постучим и, возможно, что-то даже украдем, если будет шанс. Просто я уже не знаю, что делать, как выживать в этой игре. Так что, ребята, пишите в комментариях советы. Может, вы сами играли, может, знаете что-то. Просто это какой-то кошмар. Зачильный камень. Так, извините, я все краду. Вы уж простите, пожалуйста. Я кушать хочу. А еды нету, купить не за что. Я же не специально, понимаете? Так, ты, наверное, видишь, если я это обучу, да? Ух ты, копченая рыба. Ну, извини, приятель, извини. Просто не могу я это не взять. Э, ты тихо. Я, я же... Блин. Извини. Пока. Пока, пока, пока. Так, быстро скрыться куда-нибудь. Скрыться, скрыться, скрыться с копченой рыбой и съесть ее. Привет, малой. Ты тоже бумж, да? Где еда? Где еда? Нет, это не еда. Вот еда. Использовать. Фу. Хорошо пошло. Вот, давай с тобой чем-то поменяю. Что у тебя внутри, какие-то полезные мелочи, чтобы их достать, надо их развернуть. А тебе ничего не... Не, оберег я тебе не дам, ты что, с ума сошел? Оберег денег стоит. Так что, пойдемте-ка опять в Бакалею. Так, это это здание вроде бы, да? Так, стоять. А, да, сюда. Здрасте. Я тут немножко приворвал кое-чего. У меня появились немножко денег. Так что, я бы не отказался купить что-то более сытное. Так, 454. Вот это, походу, мне будет мисс. Но уж сытное. Сытное, отлично, все. Ну, я не хотел ворвать, честно. Ой, что я делаю, блин? Не то. Использовать. Так, ну все, жажду я сейчас подниму. В смысле, восстановлю. Усталость у меня нормальная. Все, пойдемте-ка теперь на кладбище. Я не хотел, конечно, так делать, но... Но за нужда как-то заставила. Выбора не оказалось у меня, к сожалению. А куда идти-то, собственно говоря? Ой, как далеко-то, е-мое. Очень далеко идти, я не знаю, стоит ли, но, наверное, для Исидора Бороха, точнее, для Артемия Бороха, это как бы долг, так что погнали. Что уж делать-то? Как радует, когда на экране нет никаких обозначений, то, что мы голодны, то, что мы умираем и все прочее. Это радует. Но вот что не радует, то, что я действительно не знаю, как правильно играть в эту игру. Возможно, конечно, если бы я... Кстати, его надо бутылочку наполнить. Возможно, если бы я раньше имел какое-то представление о ней, то я бы... Так, жажду мы не выталяем бы немножко, да? То я бы немножко по-другому действовал, может, не так совсем болтал, какие-то конкретные действия сразу же предпринимал для того, чтобы не оставаться голодным и вовремя уторить жажду и поспать вовремя. Так, вроде бы голод не наполняется от того, что я пью. Ладно, блин, нас 13 монет, я не знаю, что за это можно купить. Ладно, погнали. Погнали, так, наверное, не стоит бежать, потому что, если будем бежать... Отлично, зубило, не помешает. Всегда приятно найти что-то полезное в мусорке. Нет, ничего нет. С тобой можно меняться? У меня тут зубило есть, кстати. А, ты не хочешь зубило. Какая вкусняшка, блин, а? Почему ничего нет, нет ей, чтобы дать? Так, может, в мусорке что-то будет, я ей дам это. Не, ну, зубило она не захочет, конечно же, да? Что-то все падает у них. Блин. Три в руки все, все у всех падает. О, еще одна мусорка. Так, ну вот с этой мусоркой нам, опять же, не повезло. Так, кстати, жаловались, что у меня немножко тише, чем остальных летсплейщиков слышно. Ну, я не знаю, что конкретно с этим делать, потому что, ну, микрофон какой-то есть. Возможно, стоило бы купить для него стойку, чтобы он был поближе к рту. Тогда бы громкость голоса была выше. Так, он стоит на столе, где-то на расстоянии сантиметра 30. Так, может, он был бы поближе. Ну, плюс еще, сам микрофон, знаете, не особо такой профессиональный, так что, возможно, еще по этой причине. Я немножко усиливаю голос программно, но это его, если переборщить, тоже его может искажать. Точнее, не может, а искажает, так что я не хочу слишком сильно этим баловаться. Поэтому, вот как-то так. Надеюсь, вам меня нормально слышно. Я стараюсь более-менее регулировать громкость игры, громкость голоса, чтобы это все было более-менее сбалансировано. Так, опять ничего. Ну, эти звуки, конечно, вообще такие. Аж мурашки по коже от них. Попомнится, кстати, я здесь, о, мусорка. Проходил в прошлой ночи, в прошлой серии, точнее. И немножко потом помер. Это не важно. Так, ну, с детьми я бы хотел поговорить, но, извиняйте, времени просто реально нету. Блин, я бы, честно сказать, перепрошел бы эту игру еще раз. Так, давайте по железке, а потом направо. Отлично, все, мы знаем свой путь. Правда, здесь, кажется, вряд ли что-то можно найти по этой дороге. Но, зато хотя бы врагов не найду. Можно переключить, нет? Что-то игра немножко подвисает, как-то странно. Хотелось бы ее перепройти, и уже зная, как более-менее себя правильно вести. Вести себя правильно, и тогда можно было больше событий видеть, и так дальше. Но, возможно, я-то как раз уже сделаю, играя за другого персонажа, за бакалавра, когда он выйдет. Он ведь обязательно должен выйти. Еще неизвестно, будет платно ли дополнение с бакалаврами, или бесплатно. Но, мне кажется, все-таки платно, учитывая, что эта игра стоила действительно очень дешево. Что-то 300 гривен, или что. Это 10 с небольшим долларов. По-моему, для такой игры это нормальные деньги. Не слишком и дорого, я бы сказал. Блин, что-то такое на фоне висит в мешках. Что-то у меня сразу какие-то плохие мысли по поводу этого. Там какие-то люди. Интересно, что в этих мешках? По-моему, там какая-то мясо, или что? Мне так почему-то кажется. А вы смотрите, здесь интересная локация. Большие открытые пространства. Только вот железка почему-то в никуда уходит. Так, я так понимаю, это кладбище. Я здесь пройду. Да, прошел. Так, ну и зачем я сюда пришел, где все? И что-то за круг такой. А, это просто... Блин, эти мухи так раздражают. Уйди! Ушла. Так, и... И где, собственно говоря, похороны? Где-то здесь, походу. Но я никого не вижу. Ага, вот. Чё-то немного, конечно, роду. С вами все можно поговорить? Нет, ни с кем поговорить нельзя. О, это же колокольчик для быка. Ладно. Сейчас не об этом. Можно со всем поговорить, да? Ух ты, я могу осмотреть тело. Ну-ка. Тело, нифига себе. Страшная колотая рана в груди. А то рана нанесли не ножом, а каким-то орудием, имеющим форму конуса. Похожим на рог или коготь какого-то огромного существа. Нет, ничего не ясно. Я хочу продолжить осмотр и снять ткань. Надеюсь, на меня не посмотрят, как на безумца. Кожа подозрительно сухая и шершавая. Очень необычный, чрезмерный ксироз. Но ведь он уже был стар. Ладно, продолжаем осмотр. Под ногтями земля. На него это не похоже. Он всегда тщательно следил за чистотой рук. Три странности. Орудие убийства, избыточный ксироз кожи и состояние рук. Достаточно кладбища, а не мертвецкое. Ладно, давайте первое. Так, больше мы тела не можем обыскать. Кстати, я тут подумал, конечно, что возможно нам теперь достанется его дом. И хотя бы там можно будет выспаться и поесть. Но хотя бы там еда возьмется, да? Давайте с кем-то из них поговорим. Например, с девушкой. Эмшен смелый человек. Душа Эмшена силен. Как поживает твой скот, Эмшен? В общем, я уже Эмшен? Не Халабон или как-то там? Бит-Харан, он пришел проводить родителя. Мы тоже пришли поклониться ему напоследок. Как поживает ваш скот, Хатангер? Ё-моё, сколько непонятных слов. Бит-Харан, вообще у нашего порога стоит. Большая утрата. Говорить надо правильные слова сказать. Пришел отца проводить. Почему вижу то, что вижу перед собой? Тяжелое бремя нес. Бурах тяжелое время нес. Долг у него остался большой. Кто его долг на себя возьмет? Ну, давайте я возьму. Точнее, сначала спросим, в чем же его долг? Он нам не говорил, собой это все унес. Не тех спрашиваешь. Поздно сейчас, Эмшен. Ждут тебя все. Земля ждет. Говори сейчас, примешь ли его долг? Говорю перед народами, перед землей. Я его сын. Беру на себя этот долг. Небо беру, свидетели. Тебе поклон. Тебе первой крови, Эмшен. Бихара. Эмшен. Человек смелый. Вот стоит Саба. Саба у спины. Ты принял долг. Теперь принимай наследство. Саба покажет тебе его путь. Благодарю, спасибо. Кто бы из лива просит, тот учит отказывать. Ну, знакомый человек. Ты смелый человек, Эмшен. Настоящий сын своего отца. Радуюсь, глядя на тебя. Уклад Хатангер. Со слезами радости глядит на тебя. Это гордость, Эмшен. Мне страшно. Вместе понесем твое бремя, Эмшен. Отец твой мне помогал. Я отцу твоему помогала. Помогу и тебе. В тебе его вижу. У меня всю жизнь руки вперед головы спешат. И добра мне это не принесло. Отец твой был мудрым человеком. Но на сомнение время терять не любил. Делать спешил. Потому и успел мне мало. Кто теряет время в долгих раздумьях. Кто осторожно живет. Себя сбережет. Но потратит тех, кого любит. И тех, кто любил его, потратит. Я сделал, что должен был сделать. Сердце так говорит. Идем со мной, Эмшен. Примешь свое наследство. Что ж, идем. Интересно, куда она меня приведет? В дом или... Так, это походу его дом, да? Только почему-то здесь все как-то... Как-то странно. Давайте с ней поговорим. Может, она прояснит ситуацию. Кума умна выражила надвое. Не то помрет. Не то жива будет. Жаль, Сидора. Но времени на скорбь у тебя уже нет. Так что сразу к делам перейдем. Сейчас ты возьмешь наследство. А теперь внимательно слушай. Говорю важное. Соберись. Ты его возьмешь, но не примешь. Не понял, как это. Соберись. Сюда смотри. Я даю тебе. Утхар. Теплый короб. В канун прошлого праздника он мне его передал. Видно, предчувствовал. Что такое теплый короб? Странно с тобой говорить, Эмшен. Рос тут, а человеком стал на чужбине. Не то, не все. Что же, будем на твою кровь надеяться. Утхар – это короб, который человек свои важные вещи хранит. Слово гьюр, как это, такие, в которых живет его суть. Ты тоже такое потом соберешь? Да, что-то припоминаю, наверное. Я даю тебе его. Он твой. Вещи внутри твои. Теперь деньги. Не слишком тяжелый мешок, а? Деньги-то не любил твой отец. Хорошо, ты сказал, возьмешь, но не примешь. Что это значит? Чтоб принять долги, недостаточно слова. Чтоб наследство отца принять, недостаточно взять его вещи. Теперь, когда он ушел, не только вещи тебе передал. А, что, что еще? Судьбу свою передал. Место свое передал. В нашем укладе. В нашем сердце. В наших слабостях. Я понял тебя, Саба. Вместо него теперь пустота. Кто ее заполнит? Кто будет врачевать? Кто будет определять правду от лжи? Кто будет, Хара, проникнуть в глубину? Только Менху могут резать тело. Только Менху умеет проникать в суть. Кто будет проводить линии? Что-то ни одного нормального ответа. Мне нет этого дела. Я только хочу встретить того, кто его убил. Вся эта болтовня Менху пережиток. Ну, началось. Старики говорят так и знав, что этим все кончится. Ладно, давайте переводим. Это самое более нейтральное. Мне нет этого дела. Я хочу только встретить того, кто его убил. Ты ошибаешься. Посмотри на вещи, что я кладу тебе в руки. Открой, вот Хар, и коснись их. Что ж, у нас теперь есть деньги хотя бы. Блин, надо было все-таки раньше как-то с этим справиться. Но теперь хотя бы мы сможем что-то купить. Но если подумать, это, блин, три банки консервы и все. И до свидания. Список каких-то имен, почерк отца, чтобы прочесть, к нему надо прикоснуться. Давайте прочитаем. Спичка, капелла, мишка, ноткин, хан, ласка, таят, чок, незнакомое, степное, тавро. В основном это все дети, а может в этом вообще все дети. Потому что каких-то взрослых имен я здесь не вижу. Ну, и еще лечебная трава. Коснуться. А если я коснусь, что будет? А, то есть я просто могу про нее прочитать, но ничего такого. Ладно, хотя бы немножко денег у нас есть. Давайте еще с ней поговорим. Чувствуешь, как пахнет вчера? Я чувствую. Узнаешь что-нибудь? Вот это что такое? Савьюр, разные виды твери. Это же травы, зачем они? Он лекарства из трав составлял. Сильные снадобья. Любые недуги лечил. Верно, сочетания трав были верные. Менху понимает связи. Знает, что с чем можно соединить. Это и есть линии. Хоть ты и не веришь, что это полезное знание. Амшен. А что за список имен мне это интересует? Дай поглядеть. Глаза мне плохо видят. Это имена местных детей. Хан Каиных сын. Так его прозывают. Капеллой зовут дочку хозяина, чтобы ему горло сдавило. Зачем твой отец записал их, не знаю. Заботятся о них, что ли? Знаешь, а в этом году твой отец много с ними возился. Последние свои дни перед смертью с ними не разлучался. Бегали они за ним, как за коровой телята. Разве что к поясу ему не привязывались. Ты говоришь, последние дни, постой, а это ведь след. Думаешь, кто-то из них к его смерти причастен? Вряд ли. Все-таки дети. Хотя в нашем городе у детей столько силы, что может быть, может быть. Но они же любили его. Нет, не верю. Не может такого быть. Вижу в списке есть еще кое-что. Какой-то знак восьмой. Тоже ребенок? Быча Тавро. Но это не только Тавро, еще и буквы. Бихара, это значит у друг. Сложный знак. Что-то вроде большое тело, особое тело. Тело, в которое много всего. Нет, не могу объяснить. Может и просто буква. Кто же тогда может это все объяснить? Я не твой отец, Халабоон. Что делать, не расскажу и не объясню тебе. Сам ищи. Ходи с людьми, говори. Особенно с теми, кто отца твою хорошо знал. Вот тогда наследство и примешь. Как это произойдет? Наследство у нас принимать надо делом. Доказывать, что ты понял, что именно получил. Ходи его путями. Пойми, кем он был. И будь тебе своя судьба. Как добрая жена, Амшен. Твоя жена. Что же, звучит красиво. Но мне пора идти, да? Или с тобой еще можно поговорить? Байерла, Ергачин. Байерла. Ходи его путями, Амшен. Так поймешь, кем он был. А тогда и каким тебе быть, тоже поймешь. А ты знаешь, кем он был? Твой отец был Мэнху. За это его уважали. Что это значит? Он знал линии. Что такое линии? Пути, по которым движутся вещи. Связи, которые соединяют вещи. Законы. Связь злого неба и доброй земли. Линии. Вены, по которым течет наша кровь. Линии. Неизмежность возмездия за любое зло. Линии. Семейные связи. Отражение родителей в детях. Линии тоже. Отец говорил, что линии это то, как устроено тело. В том числе и это. Он знал, как устроено тело, потому что знал линии. Знал, как связана трава и почка. И мог вылечить почки, сварив отвар из этой травы. Знал, как связана трава с травой. Поэтому умел сделать такой отвар. Знал, как провести ножом, чтобы разрезать тело, не причинив вреда. Да, он в самом деле это все умел. Слушай меня внимательно сейчас, Амшен. Я говорю тебе самые важные слова. Тебе трудный путь в эти дни предстоит. Линии будут повсюду. Одни надо будет разрывать, по другим идти. Третьи тебе самому проводить. Только так сможешь дойти до конца. Чувствую этот конец недалек. Поэтому я и говорю, что ты примешь наследство отца, когда будешь ходить его путями. И делать то, что делал когда-то он. Вы, бурыхи, все такие. Вы, люди, дело. Я тебе все сказал, Амшен. Дальше иди своей дорогой. Прощай, Саба. И тебе спасибо. Пусть будет здоров твой скот. Что ж, мы с ней больше не можем поговорить. Зато мы можем сохранить игру. И, кстати, эфирное время уже подходит к концу. Так что... Так что давайте еще осмотрим этот дом. Ну и здесь, в принципе, кроме выхода ничего и нет. Еще вот это и вот странного помещения. Что-то здесь темновато как-то. Так, я уже обрадовал, что здесь можно поспать. Но, увы. Ничего здесь такого нету. Что можно обыскать правильно. Но, правда, здесь как будто есть... Но, к сожалению, нельзя. Там, по-моему, кстати, бак, видите? Текстура просвечивается. Ладно. Сейчас мне это важно. Здесь ничего нет. В принципе, это просто пустое помещение. Я уже просто думал, что... А залезть нельзя на лесеноса? Нет. Что ж, нельзя так нельзя. Ладно. Так что... Здесь вам было интересно. Всем спасибо за просмотры. И до новых встреч в следующей десятой серии. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...